Всех приветствую! Сегодня на обзоре у меня защищенный планшет с огромным аккумулятором от компании Aukitel. Называется этот планшет RT7 Titan 5G. Вот такое вот мощное название. Titan. Это уже говорит о том, что планшет какой-то может быть мощный или может быть он какой-то вообще ударопрочный. Да, Titan. Давайте посмотрим на характеристики. Экран 10,1 дюйм IPS Full HD+. Ну, ничего необычного. Обычный экран, как бы стандартная диагональ для планшетов. MT-6853 это процессор от Mediatek. 48 мегапикселей камера. Это уже необычно, потому что в планшетах обычно камеры там по 13, по 8 мегапикселей. Никто особо не заморачивается. Здесь сделали 48, прям как на телефоне. Есть GPS, GLONASS, GALILEO. 32 тысячи миллиампер батарея. Вот это меня поразило. И это чувствуется, когда ты только коробку берешь в руки, потому что коробка нереально тяжелая. Этот планшет просто нереально здоровый, тяжелый, потому что батарея огромная. Дальше. Android 13. 12 гигабайт оперативки, как у флагманских телефонов. 256 гигов внутренней памяти. Фронталка тоже навороченная. 32 мегапикселя. Ну, для планшета это большая редкость. Я говорю, в планшетах фронталки по 5, по 8. Здесь 32. Две сим-карты поддерживает. И еще есть камера ночного видения 20 мегапикселей и макрокамера на 2 мегапикселя. То есть, в принципе, характеристики схожи с телефонными характеристиками, с защищенными телефонами. Очень наворочено это все для планшета. Made in China делается в Китае. Ну что ж, давайте смотреть. Вот такая вот белая стандартная коробка. Как всегда, у Aukitel ничего не нарисовано. Просто логотип Aukitel и все. То есть, минимализм полнейший. Открываем коробку. Так, эту штуку тоже сейчас открываем. Такая вот здесь есть, типа, как поролонка. Вот он, вот он наш Aukitel'чик RT7 Titan 5G. Welcome. 10.1. Ну, тут все дублируется, все характеристики. Смотрите, ребята. О, какая толщина. Вот это котлета здоровенная. Вот это махина. У меня планшет черного цвета, вот с такими синими вставками. Смотрится прикольно. Здесь целых три камеры, несколько вспышек. Я посмотрю, сейчас работают одни или нет. Здесь вот блок с четырьмя вспышками. Здесь с двумя. Три камеры. Вот эта вставка из металла. Сам корпус из прорезиненного такого материала. С усиленными углами, конечно же. С креплениями под специальную такой, ну, держалку для рук. Вот она, видите, здесь крепление. Так, эту я могу убрать. Ну, выглядит, конечно, очень так. Так, внушающий, да. Прям такой защищенник при защищении. Он, короче, и от воды защищен. И защищен от ударов, от экстремально низких температур, от высоких температур. Убираю пленку. Под ней находится еще одна защитная пленка. Уже на экран поклеили защиту с завода. Вот она наклеена, уже видите. Эту пленку можно убрать. Ну, с таким планшетом реально удобно куда-то уходить далеко, где нет возможности подзарядиться, потому что аккумулятор здоровый, корпус ударопрочный. Даже не страшно, что что-то там с планшетом произойдет. Кстати, здесь вот эти бортики, они немножко выходят за экран, поэтому, если будет падать экраном вниз, возможно, экран и не пострадает. Включаю планшет. Здесь кнопка включения, качелька громкости. С этой стороны у нас разъем Type-C под зарядку. Разъема для наушников здесь нет. Стандартного 3,5 мм. Можно слушать музыку через переходник, либо через Bluetooth наушники. Также есть лоток под сим-карту. Можно использовать его как телефон. Также можно использовать мобильный интернет. Вот так. Ну и все. Больше здесь по разъемам ничего нет. А, вот еще, кстати, динамики. С этой стороны есть динамик, с правой стороны. С левой стороны динамик тоже есть. То есть здесь два динамика. Не четыре, а два. В комплекте с планшетом идет блок быстрой зарядки. Вот такой вот блочок с выходом Type-C на 33 ватта максимальной мощности. Также есть комплект для крепления как раз вот этого вот ремешка. Вот он. Вот он. Вот он. Кабель Type-C. Ну, короче, здесь вообще такой комплект. Как будто собери сам. Как конструктор какой-то. Так, с этой стороны что у нас тут еще? Так, тут еще вот крепления различные, да, на заднюю сторону. Типа какие-то ручки. Вот ремешок. Так, а это что такое? Это зачем вот так крепление такое делать? Это закрепится сюда. Да? И что, это типа какая-то ручка, что ли? Зачем? Или это подставка, знаете, ставить его вот так вот. Допустим, вот так вот раз. И поставил на стол, чтобы он держался. В общем, да, ребята, интересная вещица. Таких планшетов редко можно где. Редко где можно увидеть такие планшеты. Прям супер какие-то защищенные. Так, по сим-лотку. Сейчас тоже оценим сим-лоток. Какой здесь? Ну, я думаю, что здесь комбинация, скорее всего, комбинированный сим-лоток. Две сим-карты, либо одна сим-карта и флешка. Ай, открываем, открываем. Так. Хомана. Ну-ка, иди-ка сюда. Так, здесь у нас получается одна сим-карта, здесь сим-карта, либо флешка. Да, это комбинированный лоток. То есть две сим-карты и флешку одновременно сюда не поставить. Придется выбирать что-то между. Все. Все-все. Включаю планшет. Какой он здоровый, тяжелый. Но он не большой по площади. Он большой именно по массе и по толщине. Все. Включился. Ух, ребята! Включился, запустился планшетик. Что могу сказать? Одной рукой, конечно, вообще тяжело его держать. Как будто держишь какую-то гантелью-гирю. Прямо вот мышцы напрягаются. Вот посмотрите, какая у меня рука. Вот реально мышцы вот тут напрягаются. Одной рукой нереально. Вот двумя руками все, облегчение. Вот двумя руками взял. И то немножко устают пальцы, да, вот так держать его. Но одной рукой это просто какая-то реально гантелья. Можно ему вот так вот качаться. Так, экран, короче, глянцевый. Глянцевое покрытие. Глянцевая пленочка, да, немножко бликует. Вот так выглядит рабочий стол. То есть все, темные обои. Классический здесь чистый Android установлен, без какой-либо оболочки. Кстати, все приложения выносятся на рабочий стол. Меню приложений здесь нет. Тут прям как все на iOS. Дальше по настройкам. Что у нас, какая здесь версия. Давайте посмотрим. Настройки. Листаю вниз. О телефоне. Кстати, вот немножко перевод неправильный. О планшете надо было написать. Итак, здесь у нас 13-й Android. 13-й свежий Android. И удобно, что здесь выносятся все основные характеристики. Full HD+. Это у нас разрешение этого экрана. Ну, кстати, экран довольно простой по характеристикам. По экрану они здесь сильно заморачиваться не стали. Во-первых, это IPS. Во-вторых, 10,1 дюйм. Ну, как бы не такой уж и большой экран. Вот эти углы, они еще по-старому сделаны. То есть под прямым углом 90 градусов, а не закругленные. Мне все-таки нравятся более закругленные такие углы. Ну, я думаю, вы понимаете. Вот, видите, этот угол, он 90 градусов. А бывает сейчас в современных планшетах вот этот угол немножко скашивают, чтобы не было вот такого вот прямого угла. Мне нравится больше. И рамки здесь довольно крупные. Ну, потому что это защищенный планшет. Я думаю, как бы вот эти рамки тоже, ну, выглядят уже как бы немножко так, не совсем современно из-за этих вот больших рамок, из-за этих вот углов 90 градусов. Есть адаптивная яркость, да. Но, с другой стороны, может быть, это все хорошо влияет на защищенность именно этого экрана. То есть, может быть, он не будет разбиваться так часто. Вот. Он полностью плоский. Он без каких-либо закруглений по краям. То есть, это просто вот здесь все, наверное, сделано в угоду надежности. Так. Здесь нету еще, я не вижу, частоты обновления. То есть, вот это тоже сейчас после телефонов, конечно, непривычно, когда там каждый бюджетник уже имеет 90, 120. Здесь у нас всего лишь 60 Гц. Встречаются непереведенные моменты. Цвета можно отрегулировать. Да, можно поставить более натуральные, более яркие. Но это не AMOLED, это IPS. Поэтому даже яркие цвета здесь не выглядят прям настолько вырвиглазно яркими. Все. Яркость 100%. Ну, в принципе, ну, самые-самые примитивные, самые обычные настройки. Можно поставить темную тему. Можно включить режим защиты глаз. Ну, вот. И все. В принципе, вот такие вот настройки экрана. Навигация в системе может осуществляться с помощью жестов, либо с помощью трех сенсорных кнопок. Причем их еще и местами можно поменять. Либо вообще дополнительную еще кнопку включить. Ну, вот мне больше всего такое расположение нравится. Так. По экрану могу сказать так, что это простой экран по характеристикам. Если приглядываться, то будут заметны пиксели. Но это нормально. Для планшетов китайских у каждого второго такое разрешение и такая диагональ. Так что здесь ничего сверхъестественного. Итак, теперь по железу. 12 гигабайт оперативной памяти. Сейчас китайцы ударились почему-то в объем памяти. Сейчас вообще для них прям, ну, не проблема сделать большое количество памяти. Раньше они как-то на этом экономили. Сейчас вообще нет. 12,256. Хватит надолго. Причем сюда еще можно флешку поставить. Процессор здесь Mediatek. Dimensity 720, как показывает нам AIDA64. А это значит, что телефон, планшет точнее, идет уже с поддержкой 5G. Этот процессор, вообще линейка Dimensity, они все поддерживают 5G. И то есть вы можете сюда вставить свою сим-карту и у вас будет работать 5G. Но, как бы, вы знаете, да, сейчас у нас на данный момент пока еще 5G не так развито. Но в будущем, возможно, когда уже 5G запустится, вы сможете пользоваться на этом планшете высокоскоростным интернетом, очень-очень-очень быстрым. Но также есть поддержка 4G, 3G. Все будет работать в LTE сейчас нормально. Восьмиядерник, два мощных ядра Cortex-A76, шесть энергоэффективных Cortex-A55. 7 нанометров в виде ядром Ali G57. В целом, нормальные такие характеристики. 300 тысяч он в Antutu покажет. Вот сейчас заходим в Antutu. Эй, в Antutu. Заходим и видим, что здесь количество баллов даже чуть более 300, 344 тысячи, при этом нагрев всего до 33 градусов. Это хороший процессор, он холодный, довольно современный, с поддержкой 5G, то есть вообще никаких проблем. Мультитач тоже на 10 касаний, 10 касаний отрабатывает. Модуль NFC, ну, в планшетах его, как правило, нет, здесь тоже его нет. В основном его делают только на телефонах, чтобы удобно было там бесконтактной оплатой пользоваться. И то не во всех делают телефонах, здесь вот нет. Также по скорости, здесь скорость хорошая памяти UFS 2.2, 845 мегабайт на чтение, 473 на запись. То есть планшет не тупит, не тормозит, но не хватает более, знаете, плавности. Я бы сюда добавил все-таки 90 Гц хотя бы, потому что вот все анимации уже немножко непривычно после высокогерцовых экранов. Такие вот анимации видеть не самые плавные. Есть, кстати, приложение сумка инструментов, как и у защищенных телефонов, где вы можете воспользоваться шумомером, уровнем настенным. Эй, а как выйти? Выходи. Потом, даже есть сигнал тревоги. Ну, что-то не хочет. Во! Вот такой вот сигнал тревоги здесь. Отвес, транспортир, ну, в общем, разные-разные вещи. Вот, ребята, кстати, момент истины. Посмотрим сейчас, какие вспышки работают. Я запустил фонарик, нажимаю «включить» и смотрим, переворачиваем. Вот, светятся две вспышки, вот эти. А вот эта почему-то нижняя не светится. Не знаю, может быть, это какие-то фейковые вспышки. Но вот когда включаешь фонарик, это я никакое приложение не скачивал. Это вот все просто родное приложение, которое уже было предустановлено. То есть, вот все. То есть, как производитель задумал, так вот оно и работает, да? Только вот с этим фонариком. А может быть, это на вспышку вот эти вот вторые светодиоды назначены? Давайте посмотрим. Включаю камеру. Так, включаю вспышку. Хоп. Делаю снимок. Так, и видим, что при вспышке у нас тоже работают вот эти именно вспышечки, светодиодики. Вот это получается нерабочая штука, панель. Хотя она такая внушающая, да? Здоровая такая. Но она не работает. Вот это только работает. Они даже вот по... Если приглядеться, они разные здесь. Это видно, что более такая желтенькая. Это какая-то более белая. Но вот это вот фейк. Вот. Вот это рабочая, это нет. Может быть, я что-нибудь неправильно понял? Ну, фонарик не работает, вспышка не работает. А как ее еще можно применить? Ну, никак получается. Больше здесь никаких специальных этих нет. То есть, ну, скорее всего, просто сделали для красоты, чтобы смотрелось круче. Вот. Как знаете, фонариками там обклеивают. Все там бывает такое. Вот. Дальше. По производительности. Ну, в принципе, работает все нормально. Летает, можно сказать, да? Но немножко плавности не хватает именно анимации. Из-за того, что экран 60-ти герцовый. Итак, как идут игрухи? Вот так идет у нас PUBG. Да, конечно, играть не очень удобно. Из-за веса планшета очень тяжелый. Поэтому, конечно, играть не очень. Но зато экран большой. Как будто на телевизоре на каком-то смотришь. Еще рамки такие. И реально вот есть чувство, как будто на телевизоре на старом играешь. В какой-нибудь Sony PlayStation 1. Либо даже 2. Графика примерно такая же. Ощущения какие-то такие. Да, на старом телевизоре как будто из начала 2000-х. Так, ну что, ребята, я могу сказать. Нормально поиграть можно. Батарея большая. Памяти много. Много игр можно закачать. Долго играть. Вот самое главное. Ну, графика, конечно, не самый сок. Не самая топовая вообще. Не самое передовое, что есть. Это что такое? А, это велосипед. Фу, я думаю, что это за... Так что, ребята, игры-игры потянет. Игры-планшет потянет. Звук стерео с двух сторон идет. Опа! Я не увидел его. Смотри, их там двое. Ё-моё, всё. Итак, ну что ж, давайте проверим камеры. Заходим в приложение камера. Здесь мы видим, что у нас есть несколько вариантов на выбор. Так, бьюти-режим, монохром, чёрно-белая камера. Мор – это night vision. Вот как раз камера 20-мегапиксельная, которая только для плохого освещения. То есть, эта камера способна вообще видеть в самой-самой темноте. Но она чёрно-белая. Дальше. Камера здесь ещё какая должна быть макро. Да, есть макрообъектив 2-мегапиксельный. Но тоже. Нужен ли так сильно макрообъектив на планшете? Часто вам нужно на планшет сфотать что-то в максимальном приближении. То есть, не знаю. На минимальном расстоянии. Ну, может быть, пригодится когда-нибудь. Так, давайте ещё сделаем сейчас пару снимков. Например, с фронталки. Фронталка здесь 32 мегапикселя. Что, в принципе, должно говорить, что она хорошо подойдёт для каких-то видеозвонков, конференций, если вы будете на этом планшете сидеть. Так. Ну, вот такое вот качество. Детализация средняя. Я бы не сказал, что прям пахнет 32-мегапикселями. Но мегапикселей 13-16, наверное, здесь, ну, действительно соответствует. Но пишут, что 32. Вот. Вот такое вот качество. Нормальное. Как задняя камера 48. Тут уже должно быть вообще качество идеальное. Так. Делаю снимок. Есть искусственный интеллект, кстати. Вспышка. Сетка специальная, чтобы горизонт не заваливать. Автоспуск. Таймер. Так. Ну, и вот снимок в максимальном качестве. Смотрите. Резкий снимок получается. Прям резкость они повышают специально. Выглядит неплохо. Так. Прикольно. Мне нравится, как он делает постобработку. Немножко так по-мультяшному всё смотрится. Но мне нравится. Мне реально нравится. Смотрите, как рисунок обоев хорошо передан. Прям чётенько. Резкость повышенная. Вот эта коробка нормально стоит. Здесь всё видно. Вообще. Ну-ка, я сам себя сейчас сфотую. Телевизор здесь стоит. Тоже всё видно. Но шумы есть. Шумы чуть-чуть. Но так всё вообще нормально, чётко смотрится. Как для планшета, это очень хороший показатель. Очень хороший результат. Так. Ну-ка, ещё раз. Сам себя сейчас сфотую. Блин. Фотать немножко неудобно. Потому что камера вот прям по центру сделана, вынесена. Я бы её куда-нибудь сюда разместил. А тут, блин, не особо удобно, конечно. Она много места занимает, во-первых. По центру ещё. Так. Готово. Снимок готов. Что у нас там получилось? Сам себя... Ух ты! Да вообще чёткость хорошая. Но тут они искусственно как бы резкость повышают. Поэтому кажется, что прям такое всё чёткое-чёткое, детализированное. Но оно на самом деле детализированное. Просто чуть-чуть перешарпленное. Чуть-чуть. Вот, посмотрите. Ну, вообще чёткость хорошая для планшета. Блин, красивые фотки выходят на этот планшет. Прям реально такие какие-то чуть-чуть мультяшные, как будто нарисованные. Ну, вот фото улицы. Тоже всё красиво, чётко. Небо не засвечено. Видны облака. Красиво всё. Детализация хорошая. Блин, ну, прикольная камера. Мне понравилось. Камера здесь хорошая. Вот задняя нормальная. Фронтальная. Ну, так себе. А вот задняя прям хорошая. Видео записывает Full HD. И наверняка ещё 2К есть. Нет, Full HD максимум. На фронталку тоже Full HD максимум. Ну, для записи видео лучше использовать какой-нибудь телефон с оптическим стабом. С более там крутой камерой Full HD. 60 FPS, либо 4К. Ну, на этот тоже можно видео поснимать. Так что, ребят, вот такой вот планшетик. Есть режим боке, HDR, ночной режим, сканирование QR-кодов, макро-режим. Короче, довольно навороченные камеры здесь установлены. Да, и ещё один пункт здесь есть в настройках. Это функция расширения оперативной памяти. Не переведено на русский язык, но можно догадаться. Memory Expansion. Expansion. Вот. Memory Expansion. Смотрите, у нас 12 ГБ. В целом её можно даже не расширять, потому что её и так хватит с запасом на несколько лет вперёд. Но можно включить эту функцию и расширить оперативку. Но тут он почему-то не пишет. А, то есть тут можно только на 12, да? 12 плюс 12. Здесь я не могу никак выбрать, именно насколько я хочу расширить. До этого нужно перезагрузить планшет, чтобы вступила в силу эта настройка. Так, по звучанию давайте проверим, как он звучит. Максимальная громкость, два динамика. Воу! Слушайте, ну долбит мощно, потому что здесь такой громкий-громкий звук. И ещё я хотел сказать, что они равноценные динамики, то есть они сделали два одинаковых динамика, не как в телефонах полторашечные, а два полноценных, одна, а как бы по мощности одинаковых динамика. Поэтому звук прям очень мощный. Даже неплохо, что здесь не 4 динамика, потому что двух хватает и так. Ну и батарея. Самое главное это батарея. Батарея вот очень долго держит, очень долго держит. Ну и заряжается долго. Я бы заряжал его ночью, чтобы уже там, ну, когда уже не особо имеет значение, сколько он там заряжается, час или два, просто ночь, на ночь ставите его, и всё, за ночь он точно зарядится. Но потом вы будете с ним долго ходить, 30 тысяч миллиампер, по сути, как пауэрбанк. Можно использовать как пауэрбанк от этого планшета заряжать свой телефон. Вот. Делиться энергией. То есть, ну, что могу сказать? Планшет, конечно, такой своеобразный. Не для всех, мне кажется. Почему? Потому что, во-первых, он слишком тяжелый, слишком толстый, но при этом он дает хорошую, одну из самых лучших автономностей на рынке. Процессор неплохой. Экран простенький. Самое простое, наверное, что есть. Защищенник. То есть, если вы часто роняете устройство, если вы часто их куда-то там в воду роняете, то защищенник, возможно, и есть смысл покупать. Также поддерживает сим-карты, поддерживает даже 5G. То есть, в принципе, характеристики нормальные. Вот. Но, не знаю, для детей, например, мне кажется, ребенку будет тяжеловато с этим планшетом. Мне кажется, это все-таки уже под более взрослую такую аудиторию. Вот. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Чао.